В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Острый вопрос. Александр Бурков выступил с бюджетным посланием на следующий год. Внимание! Вирусы. Почему омские школьники вновь уходят на карантин? Комиссионка со стажем. Как предприниматели реализуют социальную функцию? На гастрономической карте России. В чем секрет омских поваров? В этом направлении поручил областному Минобру в 2022 году подготовиться к запуску службы одного окна. Это позволит сформировать индивидуальный маршрут для каждого ребенка-инвалида. Бурков уверен, качество образования зависит от условий. Проанонсировал ввод двух детских садов в Омске в будущем году, а также поиск инвесторов на другие объекты не только для строительства, но также ремонта и модернизации. В ходе послания губернатор определил задачи другим ведомствам. Так, специалистам Минэнерго предстоит актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения для всей области. Это необходимая работа, поскольку в Омской области продолжается реализация федеральной программы «Чистая вода». На строительство и реконструкцию коммуникаций в 2022 году выделяют 520 миллионов рублей. Александр Бурков считает принципиально важным навести порядок в этой сфере и провести анализ инвест-программ. Уровень обеспечения жителей региона качественной питьевой водой должен составить почти 90%. Отдельного внимания, что неудивительно, заслужила тема здравоохранения. Бурков озвучил итоги по модернизации первичного звена за время пандемии коронавируса. До конца года капремонт завершится в 50 медучреждениях. Планы на следующий сезон – строительство 40 ФАПов и 22 врачебных амбулаторий в районах. Мы продолжаем работу и над крупными проектами в сфере здравоохранения. Рассматриваем частную конституционную инициативу по строительству современного онкоцентра. Он будет включать в себя радиологический центр с тремя каньонами, стационар на 120 коек и поликлинику на 900 посещений. Инвестор готов начать строительство этого центра стоимостью более 3,5 миллиарда рублей уже со следующего года. Еще одна актуальная тема – обманутые дольщики. В ходе послания Бурков пообещал, еще не менее 500 человек из 10 проблемных домов смогут восстановить свои права на квадратные метры в будущем году. Стартует механизм комплексного развития территории. Поэтому задачи есть уже сейчас – принять всю нормативно-правовую базу. Глава региона уверен, необходимо застраивать новые территории, расселять людей из аварийного жилья. В 2022 году продолжится льготная ипотечная программа. Квартиры в новостройках можно будет купить по ставкам от 3% годовых. Это действенный механизм, считают чиновники. Александр Бурков также анонсировал создание нового ведомства. В правительстве Омской области необходимо Министерство цифрового развития. Это выгодно для экономической и социальной сфер. Взаимодействие населения и структур станет доступнее и проще. Озвученные инициативы уже прокомментировали члены областного парламента. Например, Дмитрий Шишкин дал положительную оценку. Первое, что удивило. Прямое поручение о создании органа исполнительной власти, ответственного за цифровизацию. Безусловно, это мировой тренд. И развитие и муниципального, и государственного управления лежит именно через совершенствование процессов коммуникативных управлений и развитие реального сектора экономики. Исключительно через цифровизацию. Второй системный момент – это создание инвестиционного стандарта Омской области и поручение Минэкономики. Теперь Омскому правительству предстоит разработать меры поддержки креативных индустрий. Среда развития бизнеса и социальной сферы меняется. Новая экономика основана на интеллектуальном труде. Поэтому создание концепции развития креативных индустрий – одна из задач для Омской области от российского правительства. Исполнением займутся Министерства культуры, промышленности и экономики. Тем временем продолжится и поддержка бизнеса. Для предпринимателей в регионе на три года установят пониженные ставки по роду налогов. А размер объема допустимых грантов увеличат в несколько раз. Это позволит бизнесу уверенно работать на регион в ближайшие годы. Бюджетное послание губернатора Омской области Александра Буркова в очном формате заслушали депутаты ЗАГС Собрания, кабинет министров и общественники. В связи с введением нерабочей недели в России правительство страны вернет коронавирусные меры поддержки для бизнеса, которые использовались в прошлом году. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов во время совещания с президентом. Владимир Путин поддержал его предложение. Напомним, из-за высокого распространения COVID-19 в стране объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Именно такие внеплановые каникулы должны стабилизировать ситуацию и сбить темпы распространения вируса, считают в федеральном правительстве. Также Владимир Путин попросил профильные ведомства проработать вопрос о двух выходных днях после вакцинации с сохранением заработной платы. Стоит отметить, накануне введения недели выходных Омское отделение опоры России направило на имя премьер-министра Михаила Мишостя на обращение, в котором предприниматели попросили в связи с новым локдауном ввести дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также расширить перечень оснований, на которых эту поддержку смогут получить большее количество представителей бизнеса. Как заявили в федеральном правительстве, для пострадавших отраслей предпринимательства будут действовать выплаты в объеме одного мрот на одного занятого, которые будут проводиться с 15 ноября по 31 декабря. Также будет возобновлена программа кредитной поддержки бизнеса, которая действовала с марта по июль. Предоставление льготных кредитов предполагается увязать с сохранением численности работников. По словам Андрея Белоусова, почти двухнедельная пауза из-за нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей. В омских школах на карантин ушли 26 классов из 21 учебного учреждения. По данным Департамента образования, 12 классов в 9 школах прекратили очные занятия из-за высокой заболеваемости ОРВИ, а еще 14 классов из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией. Впрочем, в ведомстве, как сообщает портал НГС 55, считают ситуацию некритичной. Процент тех, кто ушел на карантин, в общей массе всего в Омске 5272 класса, невелик. Кроме того, в городе пока нет ни одной школы и ни одного детского сада, полностью закрытых на карантин. В Омске прогнозируют дефицит яиц. Такие опасения высказал руководитель крупнейшей в регионе птицефабрики Иртышской Анатолий Беззубцев. По его словам, птичий грипп, штамм которого был обнаружен на минувшей неделе в Тюмени, не может обернуться глобальным дефицитом яиц, в том числе и в Омской области. Вирус был обнаружен на крупной тюменской фабрике, которая производила больше миллиарда яиц в год. В первую очередь пострадала поставка продукции в федеральные торговые сети. А чтобы найти другие каналы сбыта, нужно немало времени. Омская фабрика, по его словам, не сможет закрыть эти потребности 3 миллиона яиц в день. Поэтому общий рынок просто просядет. Беззубцев отметил, что возглавляемая им фабрика пока не полностью восстановилась после вспышки птичьего гриппа в 2020 году. Мы сейчас восстановились на 80% по объему производства. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить население Омской области. Процесс восстановления не быстрый. На полный цикл нам удостоверить только к 2023 году, когда начнется забой птицы и сотрудники вернутся на свои рабочие места. У нас убойный цех вообще не работает. Стоит. Пришел, сдал, получил деньги. Но только после реализации товара. В комиссионном магазине, который работает на ленинском рынке более 45 лет, ежедневно принимают подержанные вещи, одежду, посуду, аксессуары и даже мебель. Здесь есть все, что может быть необходимо в быту и по приемлемым ценам. Именно доступной стоимостью и хорошим качеством товаров комиссионка до сих пор привлекает горожан. Кто-то реализует ставшие ненужными вещи, тем самым получая небольшую прибавку к зарплате или пенсии, а кто-то приобретает их с выгодой. Цены мы согласовываем вместе со сдатчиком. Берем комиссию 27%. Это одна из самых низких по городу. Принимаем вещи в хорошем виде, чтобы были современные, чтобы были нерванные. Наш магазин славится тем, что вещи все очень хорошие. Несмотря на то, что магазин теперь арендует предприниматель, бизнес сохранил социальную направленность. За годы существования комиссионки здесь уже сложился постоянный круг активных поставщиков и покупателей. Именно они обеспечили актуальность торговому предприятию и активно защищали его позиции. Пенсионеры, например, приходят сюда не только продавать и покупать, но и общаться. Именно поэтому, прежде чем сдать торговые площади в аренду, руководство рынка поставило предпринимателям условия – сохранить комиссионку. При подборе арендаторов в это помещение мы старались сохранить. Это одно из наших было непосредственное требование к предпринимателю – сохранить именно социальную направленность, именно магазин комиссионной торговли. Но я думаю, нам это удалось. Люди работают, работают хорошо, идут покупатели. Здесь постоянно присутствует народ. Это значит, что пользуются спросом данной услуги. На Ленинском рынке не один, а сразу два комиссионных магазина. Еще одна торговая точка, где принимают и продают подержанные и даже раритетные товары, расположен в основном здании рынка. Здесь помимо одежды, посуды и сувениров можно найти картины, вазы, книги. Есть даже коллекционные издания, стоимость которых в комиссионном магазине по сравнению с интернет-ресурсами в два, а то и в три раза ниже. Вот такое прекрасное издание. В интернете оно стоит дорого. Почему? Потому что итальянская печать. А у нас можно купить ее в треть меньше. Но мы адекватно оцениваем, вот так скажем. И цель – помочь людям и тем, кто покупает, и тем, кто сдает. В целом, в этом году Ленинский рынок заметно преобразился. Здесь привели в порядок мясные прилавки, заменили пожарную сигнализацию. В следующем году обновление муниципальных рынков продолжится. Мунитарному предприятию с 2022 года снизили процент отчислений в бюджет с 85 до 30. Именно эта экономия и будет направлена на дальнейший ремонт четырех городских рынков. Мы приготовили наше фирменное блюдо «Брискер». Мы готовим его в 18 часов при температуре 130 градусов и чизмокер. Подаем мы его с картофельным пюре, маринованным патиссонами, перчиком халапеньо, соусом барбекю. Денис Быстров – бренд-шеф с многолетним опытом. К изучению кулинарного искусства пришел в 2004 году, а уже через год начал свою профессиональную карьеру с детских лагерей, где работал на кухне. Постепенно набирался опыта и уже через четыре года стал шеф-поваром. В этом году Умская ассоциация кулинаров отмечает 20-летний юбилей со дня основания. В этот день свой профессиональный праздник отмечают и повара со всего мира. А мяч Денис Быстров знаком практически со всеми кухнями мира. Сейчас работаю уже бренд-шефом, специализируется на мясе, хотя признается, его любимое блюдо – это рыба. С детства мне всегда нравилось готовить. То есть я в детстве готовил даже кексики сам. То есть как-то так, знаете, увидел, как мама готовит и сам решил приготовить. И мне всегда это нравилось. И в дальнейшем я уже решил связать свою жизнь с этой профессией. Если утолить голод своих посетителей, омские повара могут с достоинством. Сами общепеты голод испытывают. Правда, кадровые. Из-за ограничений, введенных в пандемию коронавирусом, заведения потеряли много сотрудников. Впрочем, это не мешает, говорят повара, развитию гастрономии. Открывать новые направления и делать Омск вкуснее. Безусловно, то развитие, которое произошло 20 лет, это, безусловно, поменяло, в принципе, эту отрасль. Мы видим, это уже более профессиональные кадры там, более профессиональные, скажем так, мероприятия. Они проводят различные комплексы мастерства, позволяющие нам формировать и культуру общепита в городе Омске. Поздравляли омских поваров с профессиональным праздником в органном зале. Фуршет – торжественная программа и, конечно же, признание профессиональных заслуг. На мероприятии одному из поваров, который посвятил кухне 25 лет, присвоили звание мастер-шеф Омской области. На самом деле сейчас стоит большая задача обозначить Омск на гастрономической карте России с тем, чтобы нас увидели, наше уникальное вот это гастрономическое разнообразие Омского региона. Тем более, что мы в следующем году ждем чемпионат мира по хоккею наших гостей. Мы должны чем-то удивить. Чем будут удивлять гостей, уже решили. Правда, пока в ассоциации кулинаров это оставляют в секрете. Впрочем, попробовать раскрытые тайны кулинарного мастерства уже сегодня омичи могут в кафе и ресторанах, которых в регионе насчитывается почти полторы тысячи. Более полумиллиарда рублей на благоустройство в 2022 году в Омске обновят еще 89 общественных пространств. Среди них 78 микротерриторий во всех округах города, голосование за которые проходило впервые в этом году, а также 11 крупных общественных площадок. Например, в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды запланирована вторая очередь благоустройства бульвара имени Веретино, скверы на площади Звезды по улице 1-й Красной Звезды, территорий в границах улиц 1-я Восточная, Кирова, 4-я Рабочая, парк Зеленый остров, территорий сквера УДК Звездный, а также городской станции Юнатов. Вместе с тем горожане голосованием выбрали дизайн проекта еще для пяти объектов площадь Лицкевича, сквер Панфилова, Старозагородная роща, территория городского сада, а также территория вдоль улицы Моторный и проспекта Сибирского. На обновление всех территорий направят 536 миллионов рублей. Кто еще не принял участие в переписи населения, может воспользоваться помощью волонтеров. Добровольцы работают на специальных информационных точках в многофункциональных центрах региона. В городе консультируют омечей 70 волонтеров. Еще 230 человек работают в районах области. У них можно узнать, как принять участие в переписи населения, как очно в МФЦ, так и в электронном формате на портале госуслуги. Что касается самой переписи, 7 на мечи должны будут заполнить один из трех бланков переписных листов. Бланк Л для тех, кто постоянно проживает в России. Предусмотрено 23 вопроса. Полвозраст, занятость, владение языками и так далее. В бланках форме П 10 вопросов о жилище участников переписи, в том числе год постройки дома и материал стен, площадь и число комнат. Бланк форме В для временно находящихся в России иностранцев. В нем 7 вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны. Добавим, что принять участие в переписи можно с 15 октября по 14 ноября. На сайте госуслуги ее можно пройти до 8 ноября. На переписных участках также до 14 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова